В мире живут миллионы птиц, но лишь некоторые из них выглядят свирепыми и вселяют страх в свою добычу. Интересно? Тогда присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше о хищных птицах. Сова. Сокол. Ястреб. Скопа. Гриф. Орел. Птица-секретарь. Они все хищные птицы. У них есть три отличительных признака, которые делают их отдельной группой. Особый клюв. Особые ноги. И особое зрение. Клюв крючковатый и с острыми краями, чтобы кусать, рвать, а иногда и убивать добычу. У попугаев тоже крепкие крючковатые клювы, но они используют их для раскрытия твердых орехов и семян. Сильные ноги с острыми когтями выглядят смертоносным оружием. Они созданы, чтобы хватать и убивать добычу. У страуса тоже очень сильные ноги, но он не может похвастаться такими острыми когтями. Наконец, у всех хищных птиц великолепное зрение. Которое в разы острее зрения человека. Их глаза очень большие по сравнению с размером черепа. Кроме того, у них цветное зрение, и птицы видят гораздо больше оттенков, чем человек. Хищники, как правило, большие и тяжелые птицы. Хотя размеры сильно различаются между видами. Самые крупные — грифы, орлы и скопы. Самая высокая — птица-секретарь. А самые маленькие — карликовый сокол и кактусовый сыч. Оба размером с воробья. Оперения тусклые, преобладают серые и коричневые тона. У орлов и сов — оперения до самых пальцев. Самки, как правило, крупнее и сильнее самцов. Глаза хищных птиц имеют три века. Верхняя, нижняя, а также прозрачная, которая называется мигательной перепонкой. Оно используется для увлажнения глаз и их защиты во время полета. Дырочки в клюве — это ноздри. У хищных птиц есть два отверстия для ушей, которые расположены сразу за глазами. Как правило, они покрыты перьями, но зато хорошо видны у птиц с лысой головой. Например, у грифов и стервятников. Форма крыльев разнообразна. Самые острые концы крыльев у соколов, которые сбивают добычу в воздухе. У ястреба крылья короткие и закругленные. Они живут и охотятся в лесу, а там с такими крыльями проще взлетать и маневрировать среди деревьев. У скопы крылья длинные, имеющие характерный излом. У орлов крылья большие и широкие, чтобы парить в воздухе. С такими крыльями они могут спокойно летать даже в ураган. У птиц, которые питаются падалью, крылья приспособлены для долгого, медленного кружения. Их длинные и широкие крылья позволяют летать без усилий в течение нескольких часов. У хищных птиц мускулистые и крепкие ноги. Нога состоит из четырех пальцев. Три пальца направлены вперед и один назад. У каждого пальца есть коготь. Эти пальцы могут очень сильно захватить добычу, в буквальном смысле раздавить ее. Поэтому при обращении с хищными птицами используются специальные кожаные перчатки. А вот у грифов и стервятников ноги слабые, потому что они не ловят добычу, а питаются в основном падалью. Форма и длина хвоста также разная. У многих хищников он короткий и ничем не выделяющийся. А птицы, которым необходима быстрая маневренность, имеют длинные хвосты. Есть даже хищная птица, у которой характерный ласточкин хвост. Все хищные птицы едят мясо. Но есть много других птиц, которые, как и хищники, едят мясо, но хищными не являются. Разница в том, что только хищники хватают и убивают добычу, используя свои мощные ноги. А все остальные птицы используют клюв. Рацион хищников весьма разнообразный. Это могут быть другие птицы, мелкие млекопитающие, рептилии и, конечно, рыба. Бывает, что орлы нападают на оленей и других крупных животных. Оригинальными гастрономическими предпочтениями обладает осоед, который разрушает гнезда ос и поедает их личинки. А также орел гарпия, охотящийся на ленивцев и обезьян. Что касается гнезд, то хищные птицы обычно строят их на верхушках самых высоких деревьев или на скалах. Гнезда орлов – самые большие из тех, что строят птицы. Причем каждый год они их расширяют и достраивают. Хищные птицы полезны людям, потому что они поедают насекомых, грызунов и других вредителей. Однако количество этих птиц сокращается во всем мире. Места их обитания уничтожаются человеком. Кроме того, яды, которые люди используют для уничтожения вредителей, наносят вред хищным птицам. Эти пернатые убийцы стали повелителями воздуха и земли. Во всем их поведении просматривается необыкновенная сила и мощь. Поэтому они не предназначены для личного пользования. Они должны жить свободно и в дикой природе. Продолжение следует...